Я решила реставрировать нашу собаку. Ну, не прямо эту, а ее садовую скульптуру. Обе собаки принадлежат моим свекрам, а я лишь предложила помощь. Проходилась вот такая вот статуя, и я решила ее отреставрировать. Сначала я немножко ее зашкурила. Чтобы залатать дырки, я использовала медицинский гипс. Он очень прост в использовании. Его просто опускаешь в воду, размачиваешь и накладываешь на нужное тебе место. Он классно повторяет фактуру фигуры, поэтому когда он высыхает, практически нет никаких зазоров. И можно приступать к шпаклевке. Только в одном месте я оставила дырку, потому что не хочу, чтобы фигура оставалась полой. Шпаклевку я использовала вот такую, для наружных и внутренних работ. Наносила ее кисточкой, немного добавляя воды. Когда все высохло, я использовала раствор клея для плитки. Можно использовать гипс или цемент, кто на что гораст. И вот такими самодельными контейнерами через голову я его залила в саму фигуру. Ну, а когда все высохло, я тем же медицинским гипсом заделала дырку в голове. И когда он высох, так же прошла шпаклевкой. После полного высыхания я прошла шкуркой и убрала неровности. Ну, а потом была любимая часть раскраска собаки. Я перенесла все пятна, которые есть у живой собаки, на скульптуру. Рисовала акриловыми красками и перешла к финалу. Я решила не просто покрыть лаком, а покрыть ее эпоксидной смолой. Использовала смолу от Эпоксимастер самую густую. Я дождалась небольшого нагревания смолы, чтобы она не стекла со всей скульптуры. И уже на следующий день в шуточной форме презентовала статуи. Надеюсь, после этой реставрации она прослужит очень долго и будет радовать нас очень много лет.